Итак, всем привет! Сегодня небольшое видео на кулинарную тематику на тему, как покоптить рыбу Казалось бы, такой простой вопрос но иногда у моих знакомых возникают вопросы по тому, как я копчу рыбу Сегодня мы будем коптить У нас лук небольшой Сегодня у нас на копчение идут три вот таких вот замечательных подлещика и вот такой вот замечательный ясь Так, рыба уже к копчению подготовлена Готовлю я рыбу следующим образом С ночи кипячу воду в кастрюльку Когда вода закипает, уже добавляю соли чтобы такой рассол посолонее был Добавляю душистого перчика круглым горошком и 3-4 лавровых листика Все это чуть покипит Остужаю до комнатной температуры Можно похолоднее на балкон выставлять чтобы побыстрее рассол остыл И в рассол закладываю рыбу Рыба уже потрошенная, промытая, но с чешуей Чешуя нужна для того, чтобы сок весь сохранялся в рыбе и мясо не приобретало горький вкус Поэтому если рыба без чешуи то можно воспользоваться фольгой Фольгой завернуть, наделать дырочек и тогда фольга будет играть в роли чешуи Но лучше с чешуей делать рыбу для копчения Вот, вся эта рыба ночь стоит И потом на утро мы рыбу достаем из рассола Перед тем, как коптить, ее обязательно салфеточками бумажными протереть Либо можно подвесить, чтобы она где-то подветрила Вот, и все В таком вот виде рыбу можно выкладывать в коптильню И на протяжении 20-30 минут, в зависимости от размера рыбы От количества закладки рыбы, коптить Ну, обычно 20 минут для такой рыбки хватает Вот, по поводу копчения Коптить я предпочитаю на щепе плодовых деревьев Ну, либо можно щепу ольхи использовать И перед тем, как закладывать ее в коптильню Щепу необходимо замочить водой Во-первых, получается более качественный дым Он не дает сажи и горечи А рыба приобретает золотистый вид И когда влажная щепа То она постепенно дает дым Постепенно тлеет Не прогорает сразу И опять же не образует такого количества сажи Сейчас вот мы избытки воды сольем И будем щепу закрывать Коптильню будем ставить прямо на огонь Сейчас он немножечко собьется И будем закладывать Щепу засыпаем ровным слоем Рыб у нас немного Поэтому щепы много не надо Так вот ровненько все разравниваем У нас морозы стоят, холодно Но вот тем не менее Давно собирались покоптить рыбку Сегодня вот выбрались и решили все-таки покоптить Досыпем Лучше конечно делать с поддоном в коптиле Но у меня поддон весь прогорел Поэтому пользуемся Закладывать рыбу нужно Та рыба, которая покрупнее Ее кладем на нижний ярус коптильни Чтобы более-менее равномерно у нас Все коптилось Та рыба, которая помельче Ее на верхний ярус Раскладываем Ну вот Улов у нас скромный Водоем сейчас все замерзли Понырять негде Поэтому остатки роскоши Будем в этом Сейчас Немножечко Все, устанавливаем коптильню Гидрозатвор можно делать, можно не делать Ну давайте немножечко сделаем Чтоб дым у нас сразу не получил Просто снегом сейчас сделаем И все Снега тоже навалило, будь здоров Вот и все В принципе Такой вот небольшой закладки дров На такое количество рыбы Покоптить вполне хватит Засекаем время Все, засекаем время 30 минут можно заниматься Другими делами Прошло полчаса Пришлось немножечко подкинуть Дровишек Для создания нормальной температуры Потому что холодно Первая закладка быстро прогорела В принципе рыба уже готова Сейчас смотрим результат Сейчас дымок немножко сойдет Вот такая вот рыбка у нас получилась Засними щепу Щепа практически полностью протлела И рыбка получилась Вот таким золотистым цветом Нижняя прилипла Сейчас рыбка остынет И можно будет кушать Все Вот такие вот дела Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова